Зацените, что нашел. Это QuizLab Funless безвентиляторный 40 гигабитный NVMe SSD Box, который показывает приличные скорости как на винде, так и на маке. И самое главное, не издает ни звука. Переходим к распаковке. Открываем коробку и видим нашу комплектацию. В первом пакетике находятся два запасных винтика и две отвертки. Одна плюсовая, другая звездой. В комплекте лежит кабель 40 гигабитный USB 4. В следующем пакетике нас встречают термопрокладки. Две длинные термопрокладки на SSD. Они разной толщины. Одна 2 мм, другая 1.6. И два термобрусочка. Так понимаю, они прикрепляются на контроллер. В инструкции вообще ничего интересного. Ну, кроме того, что если горит зеленая лампочка, то хорошо, будут максимальные скорости. А если горит просто белым, то это просто USB 3.0. И скорости будут ниже заявленных. А теперь можно перейти к самому SSD боксу. Весит он, конечно, многовато. Красота. Посмотрим поближе. На передней панели световой индикатор и порт Type-C USB 4.0. Открутим верхнюю крышку. А крышка, я вам скажу, тяжелая. Она весит 143 грамма. Посмотрим на его начинку поближе. Сердцем этого бокса является чип ASM2464PD. В верхней части находятся три световых индикатора. Теперь подключим SSD. Я буду использовать Samsung 990 Pro на 4 терабайта. И теперь нам понадобится отвертка минусовая для единственного болта в боксе. Не понимаю, почему бы не сделать его тоже звездочкой. Что ж, ладно. Подключаем. У болта для фиксации внутри есть прорезь. Которая как раз таки и фиксирует SSD-шку. А теперь самая интересная часть. Нужно подобрать терпопрокладку нужной толщины. Я взял самую тонкую и прикладываю в верхнюю крышку. Как можно заметить, есть небольшая щель. Следовательно, терпопрокладку можно будет сплюснуть. Это обеспечит хороший контакт как с накопителем, так и с верхней крышкой. Теперь я пробую самую толстую. Смотрим теперь на щель. И, как видим, она стала сильно больше. Следовательно, мне хватит тонкой терпопрокладки. Прикрепляем термобрусочек на контроллер. И теперь то же самое делаем с термопрокладкой на SSD. Стараемся разместить ее как можно ровнее, чтобы она закрывала и контроллер, и чипы памяти. Надеваем верхнюю крышку. Немного сплющиваем его. И собираем бокс. Тестирование я начну с ноутбука. Ноутбук на 13-м поколении Intel. У него сбоку два Thunderbolt 4 порта. После подключения загорается зеленый индикатор. Это свидетельствует о том, что у нас используется быстрый порт. Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 или USB 4. Итак, давайте инициализируем диск и разметим его. Переходим к тестам. Как можно заметить, скорость чтения достаточно неплохая. А вот с записью происходят какие-то аномалии. Можно заметить, что среднее время ответа какое-то ну уж космическое. Почти 12 секунд. Я изначально покупал этот бокс для Mac Mini, поэтому давайте посмотрим, что у него по скоростям. И у него по скоростям все прекрасно, никаких проблем. Изначально я думал, что возможно с боксом что-то не так. Или с SSD. Но, как мы видим, все с ними прекрасно. И я тут отнулся на мысль, что возможно на винде нужно было сделать что-то еще. Еще какой-то шаг. Давайте разбираться. Первым делом я поискал на него отзывы. И нашел я их на Алиэкспрессе и на Амазоне. Там в основном народ покупает его для использования с Macbook, так что мимо. А решение нашлось в отзывах на бокс 40 гигабитный от Ugreen. Открываем диспетчер устройств. Дисковое устройство. Выбираем нужный накопитель. Переходим во вкладку политика. И выбираем оптимальную производительность. И разрешить каширование записи для этого устройства. Нажимаем ОК. Диск сам переподключится. И прогоним для него по новой тесты. Начну пожалуй с теста записи. Как можно заметить, скорости подросли и значительно. И еще сейчас будет прогон полного теста. А вот эти цифры уже похожи на реальные значения, которые может выдавать 40 гигабитный порт. И теперь давайте глянем, какие скорости были до и после изменения политики в диспетчере устройств. Так что если вы столкнетесь с тем, что у вас супер медленно работает бокс, то возможно нужно как раз таки проделать эти манипуляции. И теперь можно подвести итоги. Я еще добавил колонку, это мой компьютер, куда я подключил SSD без бокса. Напрямую к материнской плате в слот PCI-Express 4 M.2. На те цифры мы особо не смотрим, это мне просто было интересно глянуть, какие скорости у SSD-шки без ограничений в виде внешних боксов. Этот SSD-бокс от QuizLab лучше работает на Mac, чем на WinD. Ну кстати, интересный момент, если использовать не шнурок, который идет в комплекте с боксом, а воспользоваться кабелем Thunderbolt 4, то результаты будут на WinD получше. Я допускаю тот момент, что возможно, будь у меня ноутбук топового сегмента на WinD, то результаты были бы получше. Я купил этот бокс, чтобы подключить его к своему Mac Mini. У меня вот минимальная комплектация и 256 гигабайт мне не хватает. Я знаю, что можно увеличить внутреннее хранилище, до заказа в комплекте с Алика, однако там есть проблемы того, что плавающее качество, и натыкаться на что-то низкокачественное я бы не хотел. Скорости будут около плинтуса. К тому же, ближе к Новому году я собираюсь Mac Mini продавать и купить Mac Mini в комплектации пожирнее в плане процессора и оперативной памяти. Я также собираюсь сэкономить на хранилище, поэтому этот бокс со мной надолго. И если вы собираетесь так же, как и я, использовать этот бокс вместе с Mac Mini, то я очень рекомендую ставить его не на крышку Mac Mini сверху, а рядом. Потому что если вы поставите на крышку, то Mac Mini, нагреваясь, будет отдавать тепло в бокс с SSD. Так что ставьте его рядом. А еще я забыл упомянуть о температурах. В простое, когда на диск ничего не пишется и не читается, он прогревается до 45 градусов. Прогреть его больше 47 градусов у меня не получилось. И напрашивается вывод, что с температурами здесь все прекрасно. Да, радиатора этого хватает, чтобы охлаждать топовые накопители. И сразу отвечу на вопрос, а где купить? Я купил его по акции и где покупал его уже нету. А на этом у меня все. Если вам понравилось видео, пишите в комментариях термобрусочек, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Продолжение следует.